всем добрый день доброе утро уважаемые друзья и коллеги рад вас всех приветствует своими компании виктор трейд и так 25 10 вторник евро доллара второй цикл месячных контрактов что мы видим на текущий момент на текущем моменте мы в расширении по евро доллару славным целевым ориентиром 099 45 в общем то ситуация кардинально не изменилась сейчас находимся как раз непосредственно на уровне и точки входа единственное что здесь ну не целесообразный не совсем интересный целевой ориентир в рамках риск прибыль поэтому выбирать вам можно статистический стоп поставить и по факту не исключаю повторного тестирования уровня линии тренда в районе 0 9828 с последующим входом цены за уровнем т5 и реализация главного целевого ориентира после чего мы в принципе можем хорошо откорректироваться и продолжить восходящее движение альтернативный сценарий нарушения плана роста у нас может осуществиться только в случае нахождения цены в модели нисходящего характера с пробоем линии баланса 0 9817 тогда целевым ориентиром безусловно у нас будет являться уровне главных целевых ориентиров модели расширения 0 9666 с последующим возможным пробоем и углублением пока этой структуры нет я ее не рассматриваю уровень т5 не пробит и есть у нас импульс восходящего характера в общем-то план в прежний фунт доллар фунт доллар практически идентичная ситуация но здесь мы не смогли пробить и находиться выше уровнем т5 уровень 11365 пока является главным сильным и существенным подкрепленные контрактами здесь в порядка двух тысяч контрактов но положение ds на нашей стороне не буду повторяться покупки по-прежнему актуальные сценарии предыдущего дня ну и вообще плана нашего торгового пока соблюдается 112 54 . входа для покупателей находимся в правильном положении относительно уровня баланса 1275 здесь в отличие от евро уже более интересный и актуальный риск прибыль плюс ко всему целевой ориентир модели расширения достаточно серьезный и далеко от текущих значений то есть вполне даже среднесрочная сделка на до уровня 116 22 поэтому у кого есть желание вполне себе можно осуществить покупочку ну а я бы да на ложный сложный больше рассчитывал люблю эти моменты в большей степени поэтому не исключаю тест краткосрочного характера уровня 111 991 12 доллар иена стабилизируется консолидируется как по мне для хорошего снижения не такого импульсного но пока положение по уровню кульминации у нас сторону продаж рассматриваю краткосрочные не среднесрочные продажи до уровня основной поддержки даже закрытия не было до для нас это чрезвычайно важно правильное закрытие дневного характера с последующим пробоем экстремумов пока этого не произошло мы можем с вами увидеть все что угодно но для меня характерным сильным уровнем пока является вот этот ложный пробой баланса на уровне 150 20 150 35 где бы я с удовольствием рассмотрел как минимум краткосрочные продажи в рамках вот этого затяжного достаточно широкого коридора поэтому пока рассматриваю флэт с перспективой продаж единственное что мешает активным продажам это наличие сигнала кпд 2 недели и очень так скажем серьезное повышение давления месяца и активного прибавления доллар канада доллар канада у нас пока по плану да видим много матриц выставленных тысячных контрактов в общем-то никто не сдается здесь да мы находимся в модели краткосрочного характера нисходящего плана и здесь вот похожий вариант на который я рассчитываю по е недоложные пробоя активной кульминации здесь есть и подтверждение плюс я думаю мы отработаем еще раз и обновим вчерашний экстремум до уровня ты 5137 93 и уже если будет видимое сопротивление ребятки то вполне активно можно продать здесь будет интересный также риск прибыль соотношение будет удовлетворять всем нашим потребностям и как минимум до промежуточного целевого ориентира 135 84 мы увидим нисходящий импульс ну а главное достаточно далеко пока его не рассматриваю основным сценарием текущего дня краткосрочный рост в область основных продаж и наблюдения доллар-франк реализует все заявленные пока уровни и точки входа на покупку пробивают уровень баланса что характерным признаком является для восходящей модели и стремимся к т4 здесь и решится на мой взгляд вся судьба перспективы как минимум в первом цикле данной пары мое видение на текущий момент так как мы получили формат расширения снижения до уровня т5 консолидации во втором временном цикле и снижение в область т7 таким образом увидим разыгранную классическую модель расширения альтернативный сценарий пробой уровня точки т4 тогда мы понятно и пойдем на обновление критичных максимумов и с перспективой до главного целевого ориентира главной цели район 101 186 поэтому пока рос перспективой снижения австралийский доллар до краткосрочную модель нарисовал вчера был сигнал от уровня 0 62 85 можно перевести в безубыток здесь опять же ложный сложный кульминационный пробой на текущий момент мы торгуемся в правильном положении в синергии с областями т-62 т-61 хотелось бы видеть как минимум нашу сделку на обновление критичных максимумов кульминации альтернативный сценарий безусловно пробой с закреплением это важный критерий тогда увидим нисходящую плоскость думаю что по текущему по текущей сделке все-таки мы реализуем как минимум либо без убыток либо активно зафиксируем часть прибыли в районе кульминация закрытия 063 85 пока покупки ну и золото ничего интересного здесь не было показано безусловно я ожидал более серьезное стяжение в область начала импульса кульминации 1627 может быть сегодня мы увидим данную динамику но перспектива характерных нисходящих импульсов пока для меня не в приоритете любое правильное нахождение цены в области выше у баланса по кульминации рассматривается как активные покупки у нас все таки есть подтверждение кульминации то есть этот импульс поглощения дает нам перспективу как минимум обновления вот этих критичных максимумов 1670 поэтому да пока спорная ситуация но покупки более актуальны нефть дом не видел не вчера активно ребятки покупали даже выкидывали скрины все здесь правильно с подтверждением обновление минимума вчерашних в общем то все правильно первый временной цикл дает нам перспективу реализации главной цели поэтому здесь заявленные целевые ориентиры действительно достаточно серьезные 90 50 альтернативы пока нет до идет консолидации набор ликвидности но это нормально она может продолжаться достаточно долго активность ds тоже дает нам понять сторону покупателей даются приоритеты nasdaq тоже была покупочка но без сигнала на ложном сложном переломе сейчас удерживается в безубытке перспектива серьезная как минимум у нас обновление вот этих максимумов здесь alert стоит для перевода в безубыток в общем то жду просит и сыпи но и сыпи то же самое что nasdaq пром там практически идентично поэтому я и как бы не не провожу анализ и сыпи здесь что здесь интересного да вот она у нас такая краткосрочная модель видим начало начало времени действия подкрепленный опционный контракт приличный давление ds здесь всегда в сторону покупателей даже при затяжном нисходящем каком-то импульс расширение до идет в моменте углубления первая перспектива коррекционного импульса расширения 3 821 вот alert у меня стоит повыше да здесь т7 за пределами 200 процентов импульса поэтому жду пробоя уровня т7 3 828 другими словами правильное положение по кульминации с подтверждением и закреплением коррекция небольшого характера т7 и перспектива углубления в общем-то до критичного значения недельного контракта 3 800 86 3 900 рост ожидаю с большей вероятностью чем снижение область т5 у нас расторговалась достаточно неплохо считаю что даже небольшой выход за пределы тренда вы видите красно это пробой трендовой очень хорошо по нему можно ориентироваться для любителей гана особенно ну и вообще по техническому анализу если модель имеет хороший принципиально хороший индекс такие уровни отрабатываются правильно по правилам ну и bitcoin ничего корректным конкретного не произошло единственное время действия модели восходящего характера которая имеет формат сложного расширения у нас закончена да мы находимся не в правильном положении о по направлению углубления поэтому вполне можем увидеть с вами коррекцию нисходящего характера куда и на какую степень да вот это углубление коррекционного характера будет происходить пока не знаю в общем то единственное для любителей краткосрочных каких-то сделок правильное положение с обновлениями экстремов дневного импульса будет являться правильным здесь надо обновить вот этот вот экстрему правильном положении находиться в общем не буду сейчас все правила трактовать пока я лично не вижу здесь и не производил бы краткосрочных сделок в общем-то все быстренько давайте сегодня проведем вебинар с удовольствием его проведу есть интересные темы где-нибудь в районе 18 00 всех благодарю всем желаю замечательного торгового дня отличного настроения и здоровья ребят пока пока